Сыктывкарские общественники провели педагогическую революцию в одном из Эжвенских детских садов. Здесь полностью обновили образовательную базу. Закупили специализированное оборудование, установили современные компьютерные программы. Специфика учреждения – дети с нарушениями здоровья. Виктория Палкина увидела все своими глазами. Этот браслетик надеваем. Какая-то ручка. Длижевая, да? Да. По-моему, это левая. Эта компьютерная программа работает с детскими эмоциями. Настроение ребенка передает его дыхание. Вместе с педагогом дошколята придумывают мультик. И уже герои с экрана помогают малышам снять напряженность, реагируя на каждый вдох и выдох. Уже здесь в дело идет опорно-двигательный аппарат. На индивидуальных занятиях развивают мышечный тонус. Десяти минут малышам явно не хватает. Они не прочь еще задержаться. Настолько им нравится. Комфортнее стало и самим учителям-дефектологам. Многие годы наши педагоги самостоятельно изготавливали оборудование. Они сами клеили, рисовали и готовили материал для того, чтобы заниматься с детьми. И, конечно, очень большое подспорье – это то, что сегодня нам передали в ДАР специальное оборудование для детей с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением речи. Специальные развивающие комплексы, современное игровое оборудование – все это здесь необходимо, как воздух. В этом детском саду педагоги-дефектологи и логопеды должны свести к минимуму все недостатки детского организма. С таким оборудованием сделать это проще. Совершенно простые в использовании. Подходят для любого ребенка. Детям нравится с ними заниматься с помощью этого оборудования. Штилян-дефектологам – это как помощь, конечно, это очень хорошие, интересные аппараты. И, конечно, как дополнительное оборудование очень полезно иметь в своем кабинете. Закупили образовательное оборудование в рамках гранта. Эжинские общественники – каждый пункт своего проекта согласовывали с педагогами дошкольного учреждения. Правда, практическая часть этой социальной идеи оказалась куда сложнее, чем предполагали инициаторы. Конечно, очень сложно подбирать оборудование, потому что оно специфическое. Многое из этого оборудования изготавливается на заказ. Поэтому мы несколько месяцев обсуждали, искали поставщиков, где это лучше, где подешевле. Некоторое оборудование, которое мы первоначально выбирали, его, к сожалению, нет. То есть оно, может быть, даже существует, но купить его невозможно. Поэтому приходилось искать аналоги, которые соответствуют всем требованиям, на которые есть артификаты, ну и на которые могут работать специалисты детского сада. Техническое перевооружение местного масштаба прошло и в спортивном зале. Комплекс специальных детских тренажеров сделал занятия эффективнее и веселее. Раз, два, три, отдыхай. И последний раз. Раз, два, три, отдыхай. Молодец, у нас. Виктория Палкина, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Эжинский район.